Да, соответственно, да, Рубик по-разному написан. Значит, хорошо, значит, такой пример. Предположим, Полина умеет решать кубик Рубика из позиции альфа. То есть вот есть кубик Рубика в некоторой позиции, и Полина такая, говорит, значит, Виктор. Виктор, я умею собирать кубик Рубика. Но, значит, поскольку у нас, что-то я еще паразирую, но лишь Крупс, Полина не собирается ни единого бита информации о том, как конкретно она это умеет делать, передавать Виктору. Значит, ну, значит, как можно это достичь? Полина говорит, что, значит, Полина вместо этого тайна под одеялом собирает из позиции альфа позицию бета и т. Значит, ну и запоминает, как она это сделала. Тайна под одеялом. Вылезает из одеяла, показывает Виктору новую позицию бета и т. И дальше Виктор должен сделать одно из двух. Либо попросить Полину собрать Рубик Рубика, ну, собрать его из позиции бета и т. Либо попросить доказатель из аморфизма позиции альфа и бета и т. То есть собрать обратно из бета и т в альфа. Соответственно, как бы, совершенно ясно, что при этом никакого разглашения не происходит. Потому что единственное, что делают Виктору, это либо как в позиции бета собрать хубик, либо что в позиции бета и альфа действительно из аморфны, и Полина знает как, за счет чего они работают. То есть Полина может из бета собрать альфа обратно. Единственное, ну, значит, протоколы грушечные, тем не менее, даже в грушечном протоколе возникает такая штука, которую делать нельзя. Вот. Все бета и т должны быть разные. Значит, почему они должны быть разные? Потому что, допустим, один раз Полина ошиблась и абсолютно ту же позицию бета создала и предложила Виктору. Значит, что должен сделать Виктор? Значит, если Виктор, ну, там, первый раз попросил ее показать из аморфизма между позициями альфа и бета, то он должен попросить обратно. То есть он должен попросить собрать кубик рубика из позиции бета. И наоборот, если он в первый раз попросил собрать из позиции бета кубик рубика, он должен, во второй раз, попросить из бета собрать альфа. Ну, как бы, если Полина предоставит эту информацию, то мы все бинго, значит, зная, как собрать кубик из позиции бета отображения фи, значит, зная, как в бета превратить в альфа отображения фи, И сразу пускается F1 на F1 Соответственно, это как бы примеры игрушечные, но в нормальных потоколах мы увидим, что число коник никогда не должно быть одним и тем же Должно быть причинным Можете объяснить, что вы знаете? Как вы понимаете, что она вообще не случайно водовала и что она вообще из-за чего это решила? Она залезла под изъяло и записывала, какие конкретные повороты она производила, чтобы получить BTE Поэтому он не знает ни альфа, ни BTE Нет, альфа это позиция изначальная Альфа он знает Альфа он знает Они отменялись информацией Да, это как комманд эйф Происходит доказательство того, что она умеет собирать из альфа Происходит доказательство F1 А зачем она? Она может просто за деялом собрать ему и достать готовый кубик Я умею Можете его разломать и ставить на работе? Ну вот нет, просто Согласить Не-не, это деяло все прекрасно Но и сам факт, то есть я умею собирать Есть начальная позиция, конечная позиция Ну вот я просто сказал, что А что ты реально не разобрал его полностью? Кубики Это неправильно Нет, я, кстати, задумался Хорошо Я Нет, с помощью разлома Она умеет Разлома Это не серьез Но ей нужно знать рецепт Как собирать это повторно? Нет, она умеет делать Она умеет делать Нет, она это умеет делать Ну а ему-то нужно знать каждый последователь Ему не надо Ему просто надо знать Ему не умеет А, да Она умеет прям Последователь Именно поэтому Она умеет собирать кубик Кубик из позиции бэта Тогда я понимаю, что она умеет Как он понимает, что она умеет? Чего? Являет собранную кубику Он понимает, что она умеет таким образом Она не знает какой бит он передаст ей На втором шаге Виктор выбирает рандом бит Если бит равен нулю, то он просит из бета собрать а А если бит равен бит, то он просит собрать из бета кубик А вот здесь она каждое последовательное Я понимаю, хороший вопрос Естественно, если бы я не сразу здесь, я бы сразу придумал Нет Хорошо На самом деле, задайте вопрос, когда мы будем нормальный протокол выбирать Потому что там он будет тот же Я не знаю, ну примерно получается, что если я даю, например, я Виктор То есть чтобы я с помощью равен 0 проверил, я должен знать альфа Альфа ты знаешь, альфа командой А если я даю В1, то в случае с кубиком Рубиком мы его всегда можем Если не будет переклеена грань, то его из бета равно 2 всегда можно собрать в финале? Нет, мы доказываем не то, что его можем собрать, потому что Полина умеет его собирать из бета А Полина почему умеет его собирать? Потому что она умеет из альфа сделать в бета То есть она... Я считаю недостаточно, чтобы б равно 1 проверить Ну скажи вопрос Я могу спросить вопрос То есть ты, как и Виктор, хочешь действовать так? Ты хочешь всегда б равно 1 проверять? Да Почему это недостаточно? Ну только из разного Ну потому что Полина тебя сможет обмануть Ну в смысле, во всех нормальных протоколах Это, кстати, тоже нормальный, отличный протокол Значит, во всех протоколах, если члендж предсказуем, то Брумер может, не владея доказательством Ну, не владея секретной информацией Делать вид, что владеет Ну то есть угадывание членджа равносильно возможности обмануть У нас задача доказать, что я умею собирать кубик А если я дохожу только до промежуточной или обратно Это, собственно говоря, не проблема Я помню эти шаги То есть не значит, что я могу дойти до финала Ну, трудно догадываться Как один рецепт Один рецепт Значит, я пришел Б Да Тут Б была Да, да Условная основная вероятность Полка конца Перед и назад Перед и назад Да, мне кажется Пример что такое у него Нет С пещеры С пещеры Сейчас все примеры будут слабее, чем с пещерами Может, на пещере остановимся? И пещеру разберем Кстати, на пещере тоже Да Рассказки графа нету Рассказки графа нету Я еще могу Здесь самый понятный пример Главное другое Не знаю, что я представил Не ладно Хорошо Значит Да, соответственно Если Полина знает Обычным комплентом Если Полина знает, как собрать кубик То она точно его убедит Потому что Каждый раз Каждый раз Каждый раз Он будет На шаге Ну На шаге Четыре Ну Который не написано Здесь Но шаг четыре Это Виктор соглашается с тем Что Полина сделал все правильно Ну В общем Если обе стороны будут себя честны То нет Такого сценария При котором Он не согласится Ну При котором Он будет считаться проваленным Вот А вот Если она ведет себе нечестно То есть Если она не владеет Как бы Если она не владеет Информацией о том Как собрать кубик Из позиций То Соответственно Ну Классическая история Дает Одна Вторая То есть Ну Да Если она Соответственно Да Если она не умеет собирать Кубик Из позиций Если она не умеет собирать Кубик из позиций альфа, то если он выбирает гид 0, то есть в котором она должна доказаться изоморфизма альфа и бета, то она просто крутит как-нибудь и он такой говорит, ну окей, b0. Она собирает его обратно и он ей верит, потому что для того, чтобы доказать изоморфизм между альфой и бетой, нужно уметь собирать публик. Вот такая история. Значит, нет никакой разницы между публиком Руйко и поиском гультонного цикла в графе. Абсолютно такой же протокол просто вернут в другую оберку. Тот же вопрос, знаете Полина гультонов цикл в графе. Ну и, соответственно, Полина выбирает другой граф H изоморфный, граф уже показывает ее Виктору. Виктор выбирает опять-таки случайный бит. Если бит равен 0, Виктор показывает изоморфизм, да, он просит показать изоморфизм у графов H и G, если бит равен 1, он просит показать его в том, что цикл H. То же самое, только в крови. Да, ну и чуть-чуть еще терминологии. Протоколы, которые состоят из этих трех стадий, коммит и аннеш-респонс называются сигма протоколами, потому что буква сигма состоит из трех частей, так пишет в литературе, что именно по этой причине. Вот. Да, то есть коммитмент происходит, когда она шлет H Виктору, то есть она шлет некую непредсказуемую информацию. Чарлиш — это непонятно. Вторая стадия и третья стадия — респонс. Значит, протокол Шнор является доказательством... Значит, в протоколе Шнорра Полин доказывает, что она владеет таким S, что G в степени S равно Y по модулю B. Значит... Эта история про... Ну, значит... Значит, S нельзя вычлить... Ну, то есть... Значит, задача под названием вычлений S называется задача нахождения дискретного алгоритма в конечном поле, но это очень сложно. То есть это нельзя сделать за полимеральное явление. Поэтому... Виктор не может просто... Да, что такое? Что в данном случае интересные данные? В данном случае command data — это числа P и Q, U вылезут на следующих слайдах, P — это остаток... Ну, значит... Ну, наверное, стоит сказать, что такое mod P, ну, потому что действительно важно. Вот, например, 7 mod 5 — это 2, потому что остаток определения 7 на 5 — это 2. 9 mod 5 — это 4. 11 mod 7 — это тоже 4, потому что... Ну, остаток определения 10 на 7 — это 4. Ну, или там, не знаю, что еще. 37 mod 7 — это 2. Потому что 37 — это 5 на 7 плюс 2. Ну, просто не все знакомы с модной альхметикой, поэтому... Ну, операции модной альхметики прекрасны тем, что... Ну, во-первых, A плюс B mod P равно A mod P плюс B mod P. Ну, это более-менее очевидно. А менее очевидный факт в том, что мультипликативность тоже сохраняется. А B mod P равно A mod P умножить на B mod P. То есть, например, находите остатки отделения какого-нибудь большого числа на какой-нибудь очень легко... Ну, там, например, 2016 по моду 7 — это все равно что... Это тысяча восемь по моду 7 умножить на 2. Ну, а тысяча восемь по разложению, то есть... Не нужно делить 2016 на 7, так сказать, из-за тканей. Достаточно воспользоваться этим мультипликативом. Таким, 2016 по моду 7 умножить на 2. Значит, 1016 по моду 7 умножить на 108 по моду 7 умножить на 2 по моду 7. Круто. Да, ну, соответственно, S — это секрет. Это единственное, что хранится в секрете, как ни странно. А g, y, play и вообще все остальное, она хомандая. И как происходит раунд? Да. Как происходит раунд? Да. Значит, ну... Первая строчка ошибочно попала в презентацию, потому что на самом деле она постановка вопроса. В этом смысле оба знают и y, и... Постановка вопроса это доказать, что ты знаешь такой s, что он будет филеетом мурамесом. То есть первой строчки просто нет, понимаете. Давайте посмотрим вторую строчку. Полин выбирает случайно R, вычисляет джексик линия по моду P и шлет его виктору. Это называется commit. Виктор в ответ генерирует Vm рандомных битов, формирует из них число челлендж и посылает его обратно. Я могу... Тут как бы... Тут, да, тут, на самом деле, это история про чтение. То есть, в целом, такое чтение помогает... Вот. Вот такой протокол. На четвертом шаре, соответственно, Полина вычисляет response. Возьмите внимание, что входит еще не response, а там фигурит секретная s. То есть она берет рандомный R, приводит к нему секрет, умноженное сгенерированный виктором челлендж. И шлет Виктору ответ. Он замаскирован по R, как видно. То есть, ну, он никакую информацию по экстрактить не может. И виктор чекает такое условие. Значит, ну, чтобы, как бы, все уложилось в голове, нужно... Ну, значит, при честном поведении все будет корректно. Почему? Давайте поставим вместо response то, чему оно равно. Получим g в степени R, ну, g в некоторой степени. А это в некоторой степени R плюс s на челлендж. А по своей степени это то же самое, что g в степени R умножить на g в степени s на челлендж. g в степени R это только коммит как раз, а g в степени s на челлендж это y в степени челлендж. Ну, потому что y это g в степени R. Это не с темой, что он близко? Ну, что он так, близко. Мне очень стыдно, я каждый раз... Потому что каждый раз я читал дефекта, но я понимал, почему. Ну, в смысле, каждый раз я... Ну, в смысле, я каждый раз разбирался и на сверху уже забывал. Вот. Слушай, первый вопрос. А вот ты знаешь, что респонс это как бюджет, да? И знаешь, вот это вот g в степени респонса. Он не нужен, если это тест, Виктор. Вот, давай подумаем. Вот смотри, Виктор знает, да, Виктор знает респонс, коммит и челлендж. Соответственно. Как он выщипит S? Он может выщипит S только в одном случае. Если Полина такая идиотка, что дважды в разных раундах... Да, ну, как уже стало ясно, много раунд катакол происходит, прежде чем Виктор убедиться, что все по это. А если Полина такая неправа, настолько неправа, что дважды послала один тот же R, Виктор отлично поглавляет. Он подкиднул, соответственно, он... Значит, смотри, вот одно и то же R, да? В первом раунде это уравнение имеет вид вид респонс 1 равно R плюс S челлендж 1. А во втором раунде это уравнение видит респонс 2 равно R плюс S челлендж 2. Все. Это ведь система линейных уравнений. Выщри одно из другого, R сократилось, все. Типа нашли S. S будет равно Респонс 1 минус Респонс 2 поделить на чай лишь 1 минус челлендж 2. Хочется бумажку, да. Ну, на самом деле, может быть, у меня там дальше про это написано? Или нет? Или нет? Ну, я могу нормально сказать на самом деле. Значит, вот этот свойств протокола, о котором мы сейчас сказали, называется SpecialSoundness. Это свой, ну, значит, протокол называется SpecialSound, если секрет можно найти, если Полина дважды один тот же коммит сделан. То есть дважды один тот же коммит нельзя, это не нет характеристики. Да, то есть, ну, на самом деле, да, видно, что если у тебя есть уравнение респонс 1 равно R плюс S на челлендж 1, и уравнение 2, то, зная переменные респонс и челлендж, а они все известны, потому что это сообщение, по которому я обмениваюсь, можно найти и R, и S отличным образом. Потому что, ну, два неизвестных два уровня. Вот поэтому, наверное, должно быть разное. Но когда разное, ты не можешь так сказать. Вот. Такая история, да, в общем, надо... Да, надо что-то сказать. Можно практике что-то, типа, например, если по-новому, по-твоему мы зайдем, например, в Facebook, да? Ну, по вот этой вот технологии, технологии. То есть, мы каждый раз что-то новое должны, да, вносить, новый пароль, но что-то есть общее какое-то. Ну, какой-то всегда... Нет, ну, ты говоришь про новый Facebook, 0.0 Facebook. Ну, типа того, например. Вот, что мы будем, как мы на практике будем реализовывать вот это? Ну, на практике я буду, значит, я пользуюсь Facebook, а ты, ну, так, не знаю, 0.0 Facebook. Вот я ему это самое доказываю, доказываю владение, доказываю, что я знаю число F, которое обладает таким свойствами, просто не размножая его абсолютно. Ну, просто вот такой протокол вместо стандартного. Ну, как бы на здоровье. Ну, да, это просто пример, но очень просто получил. Много хорошего и разного. Ваня, тебе что-то хотел сказать или... Ну, ладно. Ну, расскажи, если бы. Вот. Что хотел сказать? А, да, значит, свойства полноты и корректности. Да, если Полина знает секрет, или кто честный, то, ну, видно, что нет никакого способа сделать так, чтобы Excel, чтобы ее протокол не был принят. Чтобы... Этранс создался невыклонным. Однако, что ей следует сделать, чтобы... Значит, может ли она обмануть вектора? Да, может. Она это может сделать, если она угадает число чарлижа. Предположим, она угадывает число чарлижа. В чем тогда должна быть ее тактика? Она должна... Единственное, что проверяет вектор, это вот эти условия. Она должна подобрать такое... Ну, если она угадала такую чарлиж... Она должна подобрать такое число... Такое число commit, что оно утворит этому равенству. Так как бы ей вообще... Как бы ей обмануть вектора? Как бы ей утворить этому равенству? Для этого она должна до отправки коммита Сгенерировать свой response. Выбрать случайное число response. До отправки коммита. Потом она должна угадать чарлиж. И вычислить коммит Как g-респенс на y-чарлиж. Вот если коммит это g-респенс на y-чарлиж. Тогда такой коммит удовлетворит этому равенству. А любой другой коммит не удовлетворит ему. Именно этот коммит она должна отправить на втором шаре. Но, как уже сказано, для этого ей пришлось угадать чарлиж. А, говоря, если угадать чарлиж, Стоит единственно 2 в степени R. Ну и повторяя этот протокол. К раз ты получишь саум на сервер 2 в степени минус R. То есть... Полина умеет обманывать. Но для этого ей приходится угадать чарлиж. То есть... С первого раза. Конечно, нужно всегда смотреть на протокол. Есть... Ну, есть... Ханс-прурфайр за ка такое понятие. Ханс-прурфайр за ка нет. Потому что вместо этого я рассматриваю самые свойства. Вот. И всегда, конечно, в данном протоколе нужно смотреть, что... Нужно понимать, что стороны могут не следовать. Что стороны могут пытаться обмануть друг друга. Вот. Единственный способ для Полины обмануть вектор. Это... Сразу вычитать commit абсолютно не так. А вместо этого вычитать commit как жестиг не R. На Y-чарлиж. Но для этого чарлиж придется угадать. Неизбежно. Вот. То есть Полина может вычитать commit не как на второй строчке, а как ей захочется. Ну вот. Как бы. Да. Ну и... Понятие симулятора протокола тоже хочется затронуть какую-то важную штуку. И симулятор, как я не напоминаю, это такая машина, которая взаимодействует только с виктором. То есть симулятор это нечто, чему как бы... Провер не нужен. Ему нужен только Verify. Соответственно, как будет работать с симулятором для протокола Шнорова? Он бы работал именно так. Именно симулятор даёт некий неотличимый от честного выполнения протокола тройки commit, charge, response. Как работает такой симулятор? Как раз так и работает. Он генерирует случайно честное response. Значит просит Verify создать чарлендж. Вычитает commit по этой формуле и всё. И как раз таким образом может быть получена неотличимая тройка от честного выполнения протокола. Да, забавный факт участвует в том, что протокол Шнорера, он не ZK. Он HKZK. Он хансed Verify в Zero Notch. Он Zero Notch, если Verify выбирает чарлендж так, как написано в протоколе. То есть случайным образом. Если чарлендж является псевдослучайным, то есть, например, зависит от commit, в протоколе чарлендж вычисляется после commit. Выбирается, точнее, после получения commit. Если чарлендж... если Виктор не ханест, и у него чарлендж не является random, значит, не выбирается из униформа в определенном случайном, ну, просто не случайным образом. А все это случайно, то есть, зависит от чарленджа, то такой симулятор не работает. Ну, потому что, когда у тебя commit зависит от чарленджа, то хвост поведет с собакой, то есть, на втором этапе, когда у тебя чарлендж зависит от commit, на втором этапе у тебя, значит, второй этап зависит от того, что ты посчитаешь на третьем. А это невозможно, то есть, просто такой алгоритм работать не может. По симулятору не существует, потому что, если у тебя чарлендж зависит от commit, то на втором шаге он ничего не может сделать, и просто ничего не будет делать. Вот, поэтому при, таком, this-hannest refile для протокола шнура не существует симулятор, а мы помним, что пуфуновящий симулятор — это zk, а без симулятора — это просто пуфуновящий. Поэтому шнур — это hannest refile zk. Это отличная иллюстрация того, зачем нужен симулятор. Он как раз умеет начать hannest refile и не hannest, this-hannest simulifier. Да, значит, более того, что протокол.